В минувшие выходные лучшие представители национальной сборной страны вновь разыграли Кубок главы Чувашии. Кстати, в этом году соревнования имеют статус второго этапа зимнего Гран-при России. Самые яркие представители российской королевы спорта вновь Чувашии. Соревнования на Кубок главы Республики Михаила Игнатьева в легкоатлетическом календаре входят в число престижнейших стартов сезона. Я благодарен всем тем спортсменам, организаторам, руководителям спортивных делегаций, которые с уважением приехали к нам, они нам доверяют, мы создаем благоприятную среду. И вот эта позитивная, хорошая спортивная атмосфера подбадривает всех нас, всех спортсменов. И они, несмотря на определенные трудные течения, сложные течения в Мировой Федерации Булекой Атлетики, одержат соответствующие победы на разных чемпионатах, ну и вернутся призерами. Первую награду в копилку сборной Чувашии принесла Екатерина Ишова в беге на 3000 метров. Она стала второй. В этой же дистанции серебро завоевал Олег Ильин. Все же наибольшее внимание зрителей приковал к себе сектор для прыжков с шестом. Тут, как и в прошлом году, разыгралась борьба между представительницей Москвы и Чувашии Анжеликой Сидоровой и Ангелиной Красновой, выступающей за Иркутскую область. Если в прошлом году хозяйка соревнований уступила своей основной сопернице, то в этот раз золото на счету чемпионки Европы Анжелики Сидоровой. Ее результат 4,70. С лукавлю, если скажу, что не хочу выиграть на Олимпиаде. С другой стороны, я, конечно, смотрю объективно на свои возможности. Поэтому думаю, что в 2016 году, наверное, вряд ли это произойдет. Но мы приложим все усилия. Еще одну медаль, бронзовую, в зачет принимающей стороны внесла Евгения Смирнова. В секторе толкания ядра она показала результат 16 метров 86 сантиметров. Золото, два серебра и бронза. Так завершился для Чувашии 18-й по счету Кубок главы Республики по легкой атлетике и зимний Гран-при России.